Всем привет! На связи Денис Тарентьев. Я вам вещаю сегодня вновь из Парка Горького. И сегодня в этом видео я расскажу вам про свои энергетические ритуалы. То есть те вещи, которые я делаю ежедневно для того, чтобы превратиться в энергетического монстра. Итак, что же это за действие? Действие номер один. Как у меня написано в специальной программе, мне необходимо обязательно для того, чтобы следующий день был продуктивен. Есть даже такая фраза «Ночь принадлежит следующему дню». Мне необходимо лечь в правильное время. Что такое правильное время? С точки зрения нервной системы, которая отдыхает с 9 до 12 часов вечера, человек в это время должен обязательно спать. Поэтому в идеале нужно лечь не в идеале, а в норме, в 9 часов. В худшем случае полдесятого. Тогда автоматически я просыпаюсь примерно полпятого на следующий день, и после этого, то есть это делается автоматически, без всякого будильника, примерно полпятого, полшестого, в зависимости от того, еще бывает, что иногда такая есть особенность, когда человек ест поздно, ему более трудно встать, он побольше спит. Если же вы не ели после 4-х, то встаете ни в одном глазу, как Бэтмен, скакиваете с кровати, и, соответственно, я принимаюсь после этого к зарядке. То есть зарядку я практикую уже очень много лет, и поэтому без нее я просто жить не могу. Если я не сделал зарядку, это день не день. То есть ее нужно обязательно мне сделать, то есть без всяких «ты должен». Я просто не могу ее не делать. После того, как примерно минут 10 я делаю зарядку, я иду в ванную комнату и включаю холодный ледяной душ. То есть изначально он не теплый, не горячий. И первая порция, первая доза у меня идет примерно, у меня идет именно ледяной, ледяная вода. И она, эта процедура ледяная, длится примерно 1-1,5 минуты. После этого я включаю максимально горячую воду, потом опять холодную, горячую, холодную, горячую. Таким образом получается, что под душем я нахожусь примерно 6-8 минут. То есть вот эти 3 цикла, таких вот при этом я интенсивно двигаюсь, вот так вот делаю головой, при этом мозг встряхивается. Очень хорошо происходит кровообращение при этом. И после вот этих двух действий я начинаю делать свои дела, превратившись уже. То есть из ванной комнаты вы выходите уже совершенно другим человеком. То есть без этого я даже не представляю себе свой эффективный день. То есть если по какой-то причине получается начать день без душа, это совершенно другая энергетика. После этого я, собственно, сажусь за дела, ставлю с собой рядом банку дистиллированной воды, которая минерализована, то есть с правильным ОВП. Каким образом? И эта вода у меня теплая. То есть каким образом я получаю теплую воду? У меня есть специальная розетка с таймером, где ночью, вернее вечером я заливаю холодную воду. И утром она включается по таймеру. И в течение двух часов у меня уже есть очень теплый дистиллят. Теплый дистиллят – это прекрасное начало дня. Конечно же, он в правильном ОВП, я повторюсь. То есть почему это хорошо? Потому что когда вы пьете теплую воду, у вас в разы улучшается пищеварение. То есть готовится пищеварительная система, и организму не нужно ее нагревать. То есть она уже нагретая и сразу же поступает в кровь. Если же вы пьете холодную воду или воду комнатной температуры, то организм тратит еще массу энергии на то, чтобы ее нагреть. Поэтому теплая вода, в идеале ее нужно пить вообще всегда сыроедом. То есть это прекрасное начало дня. И если есть такая возможность, делать это в течение всего дня. И после этого уже примерно через какое-то время я начинаю работать. И эта работа у меня складывается максимально эффективно. После того, как я отработаю примерно до часа, у меня начинается какая-то физическая тренировка. После этого я еду надолго либо гулять, либо ездить на велосипеде. То есть благо я сейчас живу недалеко от парка Горького, и здесь можно прекрасно покататься на велосипеде. Вот такие простые действия я выполняю ежедневно, что позволяет мне быть в максимальном тонусе. И рекомендую также это делать вам. Напишите в комментариях, какие ритуалы утренние делаете вы. Мне будет очень интересно почитать. И если вы хотите новые интересные видео, какие-то советы от меня, предлагайте их также в комментариях, на какие темы вы бы хотели услышать, чтобы я записал свое новое видео. Если понравилось вам это видео, эти советы, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И до новых интересных видео. Счастливо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok